Формирование многих болезней, в том числе и органов пищеварения, происходит еще в детстве. Условия жизни современных детей изменились очень сильно. У них и модные игрушки, и различные девайсы, и квадроциклы, самокаты, но при этом сильно увеличились эмоциональные нагрузки, изменилось питание, господствует гиподинамия. Так как же реагирует на это детский организм? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Светлана Чеплыгина, врач-гастроэнтеролог, педиатр, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской городской детской клинической больницы номер один, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Светлана Ивановна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы сегодня поднимаем тему, которая в нашем эфире еще не звучала ни разу. И я уже сказала Светлане Ивановне перед эфиром, что очень рада, что она к нам пришла. Сегодня мы поговорим о детском здоровье, причем о здоровье органов пищеварения. И прежде всего, наверное, скажите, пожалуйста, Светлана Ивановна, вот тенденция последних лет. Она идет на уменьшение болезней органов пищеварения у детей или наоборот? К сожалению, нет. Ежегодно мы отмечаем рост патологии желудочно-кишечного тракта, причем пик приходится на определенный возраст, это 5-6 лет и 9-12 лет. Не становятся дети здоровее наших, к сожалению. Не становятся дети здоровее, совершенно верно. Хорошо. Вот я уже сказала, что многие болезни формируются еще в раннем детстве, если не во внутриутробном периоде. А вот все-таки что влияет на формирование органов пищеварения у ребенка? Ну, причин здесь несколько. В первую очередь, это здоровье будущей матери. Поэтому те молодые пары, которые планируют родить ребенка, они в первую очередь должны думать сами о здоровом образе жизни, о здоровом питании, для того, чтобы и зачатие произошло адекватное, для того, чтобы внутриутробное развитие ребенка было совершенно адекватным. Ну, а про первые месяцы жизни тут вообще говорить. То есть, конечно, это грудное вскармливание. Не предпочтительнее, а оно очень важное. И это как бы залог будущего здоровья ребенка, потому что формируется микрофлора кишечника. Ребенок рождается доношенным, но еще с незрелой ферментативной системой, с незрелой вегетативной системой, незрелая еще моторика желудочно-кишечного тракта. Поэтому сохранение грудного вскармливания, оно очень важно. Ну, а вот все-таки, например, если брать организм пожилого человека, организм человека среднего возраста и организм ребенка, то вроде как бы по логике детский организм, он самый крепкий, здоровье у него должно быть самое крепкое по сравнению с тем, что происходит в течение жизни. Так вот, насколько восприимчив детский желудок, ну, наверное, про желудок сначала спрошу, к микробам, токсинам, он же еще такой здоровый, он еще весь в силе, вот насколько это опасно? Если ребенок получает адекватное питание, если у него нормальный режим питания, если у него достаточная физическая активность, то да, то защитные факторы желудочно-кишечного тракта, они будут работать в плюс. Но если мы нарушаем вот эти все процессы, то защитный фактор, он снижается, и развитие болезней мы же встречаем, и язвенное поражение у детей. И в 4, и в 5 лет язвы вроде в желудке, в 12-перстной кишке. Когда преобладают факторы агрессии, факторы защиты снижаются. Да, тут уже возраст не поможет. Возраст не поможет. Я напомню тем, кто опоздал к началу программы. Сегодня у нас в студии Светлана Чеплыгина, врач-гастроэнтеролог, педиатр, заведующая гастроэнтерологическим отделением детской клинической больницы номер один. И мы говорим о здоровье органов пищеварения детей. А какие все-таки болезни органов желудочно-кишечного тракта преобладают у ваших пациентов? Что чаще всего встречается? Если смотреть структуру заболеваемости желудочно-кишечного тракта, то на первом месте все-таки идут функциональные нарушения. Это тогда, когда нет какого-то органического поражения, когда нет выраженных воспалительных изменений, когда нарушается только функция организма, не пришло еще к воспалению. У детей первого года жизни это функциональное нарушение. Мы говорим о физиологии, скажем, у детей до 3-4-месячного возраста, а у них все функциональные. То есть это колики, все с ними встречаются. Это функциональная задержка стула, это функциональное срыгивание. Это мы говорим о детях раннего возраста. Дети, которые до 7-8 лет преобладают функциональные нарушения. А в более старшем возрасте, то есть это школьники, это хронические гастродиодониты чаще всего. У более старших детей встречается и достаточно такая серьезная и тяжелая патология, такие как воспалительные заболевания кишечника, это болезнь крона, это язвенный калий, это достаточно серьезные и тяжелые заболевания аутоиммунного характера. Я только хотела спросить, у вас, наверное, язвы-то у детей не бывает, оказывается, я ошибаюсь. Бывает и язвенная болезнь, да. Вы назвали кишечную колику у детей первого года жизни и сказали, что это неизбежно, неизбежно с этим родителям встретиться, это неизбежно? С этим встречаются, совершенно верно. Да, это, в общем-то, младенческие колики, это варианты нормы, только у каких-то детей они более сильно выражены, у кого-то меньше. Связано это с формированием микрофлоры желудочно-кишечного тракта, становлением ферментных систем. То есть это совершенно варианты нормы, и просто нужно это понимать и особо не волноваться. Но эти варианты нормы для некоторых, на самом деле, огромной проблемой становятся. Я знаю, что ребенок может кричать там и 3, и 4 часа по этому поводу. Вот здесь уже нужно как-то насторожиться или все-таки это, как вы сказали, просто пережить? Здесь в первую очередь должен быть очень грамотный педиатр, который наблюдает и ведет ребенка, для того, чтобы разобраться, являются ли эти колики функциональными, либо это симптомы какого-то заболевания у ребенка. То есть в любом случае ребенка должен осмотреть врач, в первую очередь педиатр, а потом уже, если педиатр не справляется, то направить к гастроэнтерологу. Вы когда называли болезни, характерные для детского населения, я еще не уточнила, какие формы заболеваний все-таки чаще, острые или хронические? Хронические чаще, чаще всего. То есть это вот о чем говорит? О том, что вовремя не заметили, не начали лечить? О том, что вовремя не обращаемся. Когда ребенок начинает жаловаться на волю в животе, вот когда обращаются родители на консультацию, приходят либо когда приходят к нам на госпитализацию, начинаешь их спрашивать, «Как давно у вас все это? Года два или года три?» Это было, но не было так сильно, не было так остро. Поэтому первый визит, если ребенок начал жаловаться на волю в животе, он, конечно, должен сначала педиатр, педиатр оценивает то, что можно сделать на участке, потому как узкие специалисты не могут охватить все население. Педиатр уже дифференцирует и решает, направить к гастроэнтерологу или здесь можно разобраться с самим. Вот если говорить о хронических формах, мы все знаем такое название, как хронический гастрит, ну и вообще просто гастрит. И взрослые его хорошо знают. Не так давно я лично еще столкнулась с понятием гастродоуденит. В чем различие? Надо ли понимать нам различия в этих заболеваниях важные? Ну, как правило, чаще всего встречается гастродоуденит. То есть это желудок и двенадцатиперстная кишка, это начальный отдел пищеварительного тракта, не считая ротовую плотку, глотку пищевого. Вот, поэтому чаще всего идет сочетанное воспаление. Но в последнее время, ну, может быть, уже в течение лет десяти, то есть немножко понятие хронического гастрита, гастродоуденита, оно сместилось у нас в функциональные нарушения. Когда мы проводим обследование детей, мы всегда берем биопсию слизистой желудка и слизистой двенадцатиперстной кишки. И если, видимо, эндоскопист описывает гастрит, там еще что-то как-то, то морфологию мы получаем, в общем-то, достаточно спокойно. То есть нет таких выраженных воспалительных изменений. Поэтому больше, больше сдвиг идет все-таки в функциональные нарушения. В начале программы Вы сказали о том, что у детей есть определенные возрастные периоды, когда заболевания чаще и острее. Ну, вот чаще диагностируются. А вот с чем это связано? И, может быть, стоит тогда проговорить, какие это периоды возрастные? Пять-шесть лет. Так. Какие-то определенные заболевания могут превалировать? Функциональное нарушение. Функциональное нарушение желудочно-кишечного тракта. Это либо патология страны желудка, то есть, вернее, клинические проявления. Либо это страны толстого кишечника. Это, как правило, запорные синдромы. Это захоронение запора. Еще очень часто родители обсуждают такое понятие, как дисбактериоз. И, ну, тоже обрастают разными слухами это понятие. Насколько я понимаю, это достаточно часто встречающиеся, это можно назвать патологией, да, дисбактериоз? Ну, если говорить просто, то вот дисбактериоз – это как бы одно удел наше российское, скажем так. А в Европе, в каких-то других странах термина дисбактериоза не существует. Диагноза дисбактериоз тоже не существует. У нас есть классификатор болезни и заболеваний МКБ-10, по которому мы работаем, по которому мы шифруем всю патологию, не только желудочно-кишечного тракта, а вообще все заболевания. То термина дисбактериоз, диагноза дисбактериоз там нет. Есть нарушения… Откуда он взялся? Ну, он взялся, вот, исторически так пошло. Вот, и вот этого пресловутого исследования кал на дисбактериоз, который есть в нашей практике постоянно, когда сеется, он тоже совершенно недостоверный, ориентироваться на него никак нельзя, абсолютно. Мы с вами говорили о том, что грудное вскармливание – это один из, ну, таких столпов, которые благотворно влияют на органы пищеварения ребенка. Формирование. Да, формирование. Вот, и сейчас к вопросу о дисбактериозе. Есть также мнение, что если у мамы есть проблемы с микрофлорой, у кормящей мамы, конечно же, я имею в виду, то неизбежно эти проблемы передадутся ребенку. Вообще, по поводу грудного вскармливания, какие проблемы мамы действительно, кормящей мамы действительно опасны для ребенка? Или это тоже мифы? Тоже миф. Грудное молоко практически стерильно. Угу. Ну, если мы соблюдаем правила личной гигиены, если мама моет руки перед кормлением ребенка, да, если мама моет грудь, если мама меняет белье, то есть это чисто гигиенические такие навыки, когда для ребенка ничего опасного не будет совершенно. Сейчас мы на минуточку покинем студию, узнаем новости, которые произошли в здравоохранении региона и страны за ту неделю, что мы с вами не виделись, и затем продолжим наш разговор. Заболевание COVID-19 в мире выросло на 63% за последний месяц. Более 2000 человек умерли. В Самарской области на середину августа выявили 325 новых случаев заражения. Продолжает работу новое отделение реабилитации городской поликлиники номер 14. Здесь восстанавливают здоровье пациенты, перенесшие инфаркт и инсульт, сердечно-сосудистые осложнения после COVID-19. За 4 месяца помощь в отделении получили более 1000 человек. В регионе улучшаются условия для оказания психиатрической помощи. В этом году завершат строительство здания детского отделения психиатрической больницы. Также ведутся работы по возведению корпуса для временного пребывания пациентов стационара с инфекционными заболеваниями. Медики призывают пожилых граждан пройти вакцинацию против гриппа. Именно у них часто развиваются такие осложнения, как вирусная пневмония и тромбозы различной локации. Вакцины способствуют созданию искусственного специфического иммунитета от конкретного возбудителя. Помощь ветеранам СВО и членам их семей в регионе оказывается в приоритетном порядке. Психологическую и психотерапевтическую помощь получили более 14 тысяч человек. Сейчас прорабатываются вопросы обеспечения лекарственными препаратами. Итак, мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях Светлана Чеплыгина, врач, гастроэнтеролог, педиатр, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской городской детской клинической больницы номер один. И мы говорим о детских болезнях органов пищеварения. Сейчас, наверное, мне кажется, самое время все-таки перейти нам к факторам, которые действительно являются факторами риска и угрозой для болезни желудка ребенка. И прежде всего не могу не спросить, опять-таки, еще одно очень пугающее понятие, о котором уже все так или иначе слышали. Это хеликобактер пилори. Что это вообще такое? Как, насколько этого надо бояться? И что с этим, как с этим жить? Факторов, которые приводят к патологии желудочно-кишечного тракта, вот на сегодняшний день их действительно много. Это и наше питание, да, это режим питания, это злоупотребление детьми фастфудами, тут даже говорить нечего. Картофель фри, который дают детям попробовать и говорят, ну, нас так любят, но он полюбил-то откуда? То есть ему дали взрослые попробовать эту еду. Тут даже, вот. Бактериальные вирусные инфекции. Все прекрасно знают, что сейчас очень много случаев ротовирусной инфекции, интервирусной инфекции. А тот же ковид протекал с поражением желудочно-кишечного тракта и нарушением микрофлоры. Например, это презитарные инфекции, инфазии, которые есть. Это наследственный фактор, скажем так. Тут мы потом перейдем к хеликобактеру. Вот. Это самостоятельное лечение детей родителями, бесконтрольное применение антибиотиков и антибактериальных препаратов. Вот. Достаточно высокий рост сейчас аллергических заболеваний. И есть такое понятие, как гастроэнтестинальная форма пищевой непереносимости. Когда есть клиника и диарейный синдром, и боли в животе, и метеоризм повышенный. И связан это как раз с непереносимостью некоторых пищевых продуктов. Вот. Ну, и наличие какой-то другой сопутствующей патологии у ребенка, эндокринной патологии. Вот. А то, что касается хеликобактера, да. Вообще получили Нобелевскую премию за открытие этого хеликобактера в свое время, когда его открыли. И уже доказано, что, ну, у взрослых, ну, у детей более старшего возраста он способствует... То есть, скажем так, инфицированность хеликобактера приводит к более высокому проценту развития язвенных болезней. Язвенные болезни желудка, язвенные болезни двенадцатиперстной кишки, изофагиты. Вот. Поэтому санация и лечение хеликобактерной инфекции при наличии клинических проявлений, да, она показана, она нужна. А вот если нет никаких симптомов и нет... Не нужно пытаться искать ее. Не надо искать. Если не отзагащена наследственность, скажем так, но есть определенные критерии, когда мы проводим лечение, когда сто процентов показано лечение хеликобактером, это если есть проявления какие-то гастроэнтерологические, а в анамнезе есть у родственников кто-то рак желудка, то здесь сто процентов надо быть на страже. То есть, если такие случаи семейные есть, то если возникают какие-то симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то вот здесь обследоваться надо. Вы начали с фастфуда, вот. Ну, собственно, наверное, чему удивляться, если детям разрешают фастфуд, когда сами родители его любят и с удовольствием едят? Как вы думаете, почему нет такой вот серьезной настороженности против этого? Может быть, недостаточно информации о вреде фастфуда? Почему все-таки это просто вот бич сегодняшнего времени? Сложно ответить на этот вопрос. Вообще, скажем так, что все вкусовые пристрастия и менталитет питания, он формируется в семье, конечно, в семье. Поэтому мы и начали с того, когда говорили, как должна вести себя пара, которая планирует родить детей, как маме вести себя во время беременности. То есть это очень важно. Очень важно. И я думаю, что если детей правильно воспитывать, то фастфудов у них не будет. Абсолютно точно. Ведь ребенок берет перекусы когда? Когда ему скучно, когда ему нечем заняться. Тогда он хватает куски какие-то чего-то. Если у ребенка нормальный режим дня, когда он достаточно бывает на свежем воздухе, когда у него есть спортивные секции какие-то и где-то, то, в общем-то, ему перекусывать некогда будет и хватать. Вот это никто. Но с удовольствием поесть нормальную еду, приготовленную дома. Ожирение, детское ожирение – это проблема гастроэнтерологов сегодня? Нет, это не гастроэнтерологов, это проблема эндокринологов. Но ожирение, оно да, оно растет. Это избыток сладких продуктов, это избыток сладких напитков, такие как Кока-Кола, которую дети любят. Но сейчас она не Кока-Кола, сейчас она по-другому. Сейчас много всего, да? Много-много всего другого. Сахаросодержащих продуктов и напитков, которые… И малоподвижный образ жизни, потому что… Нет такого настроя, чтобы ребенок занимался спортом. Вот начинаешь беседовать с родителями, чем у вас ребенок занимается? Ходит в школу, ходит в рисовальную студию, что-нибудь еще. Но никакого спорта, а плавание, а лыжи, а там коньки какие-то. Поэтому малоподвижный образ жизни, да, избыток сахаросодержащих, да. Еще хотела спросить вас, как вы относитесь к тому, что многие родители кормят детей с помощью мультиков. Ставят планшет, но ребенка накормить трудно, вот его таким образом отвлекают, и он там что-то проглатывает во время просмотра. Отрицательно я к этому отношусь. Ну, в общем-то, прием еды – это своего рода процессы, это очень важно в пищеварении. То есть ребенок должен пережевывать. Первое, что происходит, это когда та еда, которую мы получаем, она попадает в ротовую полость, смачивается слюной, начинается уже ферментация чего-то и продолжается дальше. Когда ему запихивают, это ключевое слово, что запихнуть не могут. Вот. Тут тогда, конечно, будет нарушаться и процесс пищеварения. Когда он не жуя глотает, ему засунули, он отвлечен на мультик, ему некогда. И вкус почувствует. Скажите, пожалуйста, каким ресурсом обладает ваше лечебное учреждение в плане диагностики и лечения болезней органов пищеварения? Например, если маленького ребенка отправить, сделать, ну, ФГДС, к примеру, то это, наверное, крайне непросто, ну, и что-то аналогичное. Вот каким образом происходит диагностика у детей маленьких? В нашей больнице вообще она оборудована очень хорошо. У нас эндоскопы, 5 или 6, наверное, эндоскопов разного диаметра, которыми можно осматривать детей любого возраста. И когда приходят родители, вот, беседуют, когда ребенок поступает к нам на обследование, и говорят, ну, как же там, допустим, ребенку 6 лет, ну, как же он такой маленький, как же он сможет вот это все. Самый маленький ребенок, которым мы проводили ФГС, это был из недоношенных детей, которые весил килограмм, там, 400 грамм, там было подозрение, что-то в желудке было, подозрение на какое-то новообразование, поэтому проводим абсолютно спокойно, все это делается. У нас очень хороший ультразвуковой аппарат, такого высокого класса. У нас есть МРТ, у нас есть компьютерный томограф, то есть для проведения у нас очень хорошая лаборатория, очень хорошая база, и поэтому и микробиолог, и абсолютно все, доступно, все возможно. Я думаю, что в оставшееся чуть-чуть, небольшое количество времени я бы вас попросила какие-то, может быть, рекомендации и пожелания родителям для того, чтобы вот избежать болезней вашего профиля. Ну, первое, конечно, это соблюдение режима дня и соблюдение режима отдыха и сна. Могу даже вот поделиться, не поделиться опытом, а сказать, приходят на консультацию с жалобами определенными, им расписывается лечение, они уходят домой, через две недели, три недели приходят и говорят, нам ничего не помогает. На самом деле они просто не соблюдали ваши рекомендации. Они поступают в стационар, остаются на том же лечении, но есть режим питания, строго по часам. Светлана Ивановна, я вас вынуждена на этом прервать. Большое вам спасибо за эту беседу. Прощаемся с нашими зрителями ровно на неделю. И пусть детки будут здоровы. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»